Доброе парижское утречко. У нас с вами сегодня самая французская миссис. Я пошла на завтрак за круассанчиком. Ничего себе там очередь на улице. Вот, я туда иду. Видимо, всем хочется булочку на завтрак, не только нам соли. Первый круассан у нас из пекарни. Я не знаю, как читать. Я тут напишу. Попробуем. Вкусно. Я посмотрела несколько обзоров на ютубе, где самые лучшие круассаны в Париже. Это не знаю, одно из тех мест или нет. Я его не записывала, потому что это просто наша вылочная рядом с домом, но очень вкусно. И говорят, что у круассана есть несколько критериев, вкусный он или нет, это насколько он filled with butter, сколько там сливочного масла, чем больше, тем лучше, насколько он хрустящий снаружи и мягкий внутри, там сладкий, солёный. Этот прям очень вкусный. Я вам потом покажу его дома. Дождусь. У нас тут самый последний этаж, пятый по чудесной лестнице. Воркаут после круассанчика. Я приехала в Париж на выходные к своей сестре Оле без какого-то плана, что делать, куда идти, а просто пообщаться и понаслаждаться прекрасным осенним Парижем. Сейчас мы гуляем по набережной Сены и подходим к саду Тюлери. Как же мне нравится читать эти названия вслух. Я как будто бы сама про себя читаю романтическую французскую книжку. Он почти так много, как ты, Париж. Ням-ням. Ням-ням. По вечерам парижане сидят на улице в ресторанчиках за столиками, где можно наблюдать улицу и других проходящих людей. Они пьют вино, общаются, смеются. А потом продолжают свой вечер в не менее уютных барах. На каждом шагу мне вспоминалась атмосфера одного из моих любимых фильмов Вуди Аллена «Полночь в Париже», где главный герой бродит по ночным улочкам и встречает своих любимых персонажей из прошлого. Какой же это вдохновляющий фильм и какой же вдохновляющий Париж. Так, у нас вечер в французской кухне. Это лук-порей, улитки, тартар. Ну и хоть что-то обычное. Мы обязаны запечатлеть мою вторую улитку. Улитки мне очень понравились. Прям 210, очень вкусно. Тартар мне не очень понравился. Лук с картошкой тоже хорошо. Правда, картошка шла к тартару. Такое вот ревью. Кафешка классная, оставлю вам адрес. Кафешка. Каждое утро мы, конечно же, начинали с круассанов и легкого джаза на французской радиостанции ФИП. Свой первый приезд в Париж я не могла себе позволить абсолютно ничего. Даже пироженку в ладури. Но в этот раз я смогла себя порадовать немножечко больше. Я купила просто такой свитер красивый. И такой немножечко небюджетный. Но, знаете, я его померила. И это просто любовь с первого взгляда. Так что будем питаться багетами, но ходить в очень красивых свитерах. Девиз по жизни. Покажу вам потом. Вчера мы сначала пошли... Ох, Париж громкий. Даже на маленьких улочках. Вчера мы с Олей прогулялись по променаду вдоль реки. Потрясающе красиво. Идешь, идешь. Сначала просто красиво, потом еще и башню видно. Вообще сказочно. Дошли до сада Тюлери. Взяли мачо в очень папостном инста-кафе, которое нам в итоге не очень понравилось. И нам ее даже переделывали. Так, а куда я вообще уду? Посидели в парке Тюлери. Потом очень по-парижски начался дождь. И мы немножечко там побегали. Помогли. Думали сходить в музей. Но там вчера был бесплатный день. Поэтому очередь даже под дождем стояла на улице. И мы не пошли. И потом прошли и сделали Лора. По центру. Вот такой кайф. Париж это просто город наслаждений. Потому что здесь ты просто гуляешь. Просто вокруг. Все так красиво. Очень красивые люди. В отличие от Нюнхена. Где, конечно, люди вообще забыли, что нужно как-то одеваться. Ходят все в спортивных костюмах. Здесь все так вкусно. Такой чил. Такой вайп. Конечно, это, наверное, из-за того, что я тут не живу. А просто приехала. Но просто максимальное удовольствие от нахождения здесь. Конечно, не хочется уезжать обратно в Мюнхен. Там работа. Там нету вкусных булочек. Сегодня у нас с вами тоже интересный план. Мы пойдем ближе к башне. А сейчас я иду за макарунами. Еще тут светофоры. Это такое украшение улиц. Никто вообще им не следует. Люди просто идут. Потому что, знаете ли, дела есть поважнее, чем в светофоре стоять. Когда я покупаю себе макаруны в ладури, у меня сразу же вспоминаются две сцены. Первая это, конечно же, Мария Антуанетта. Там даже есть макарун, который называется Мария Антуанетта. А вторая это сцена из Плетницы, где Блэр Болдорф лежит в ванной и ест эти макаруны. И несмотря на то, что каждый стоит 2,5 евро, они мне очень нравятся. Представь, что ты сейчас в Париже. Сидишь с чашечкой горячего чая напротив своего окна. Смотришь на прекрасное небо и крыши. И листаешь книжку со старыми фотографиями. На тебе твой новый уютный свитер. Ты надеваешь пиджак и идешь гулять по променаду вдоль сены. Заблудившись в своих мыслях и идеях, ты идешь вперед и вперед, пока не доходишь до эльфовой башни. И ты улыбаешься, как будто ты видишь ее в первый раз. Конечно же, мы не могли бы не прийти на Тракадаро. И там посередине сейчас куча каких-то лесов. Но тут класс. Я вам покажу, мы сделали очень красивые фоточки. Язву, Столбову и всего остального. Но если вы ищете самое фотогеничное место с башни, то вот Тракадаро. Последнее утро в Париже. К моему огромному сожалению, здесь так здорово, так вообще не хочется обратно в Мюнхен. Но у нас сегодня с вами еще целый день. Я уезжаю на поезде в 6, так что еще успеем много чего посмотреть. Но это окно и этот вид на крыше просто one love. Давайте покажу вам еще раз. Вот этот балкон, вау, просто. Вот такой двор. Просто удивительно, сколько здесь происходит за день. Потому что в Мюнхене у меня такой активной жизни, мне кажется, и за неделю не бывает. Ну, потому что, конечно, я хожу на работу, и в основном у меня вся активность происходит там. Но мне это здесь тоже очень нравится. И нужно будет просто приехать еще. Смотрите, какая красота, друзья. Я сейчас на Сакракерн, на Манмартре. Очень рандомно мы сюда дошли. Как в целом и вся эта поездка просто go with the flow. Очень хорошая для меня практика, потому что я обычно все планирую, а тут просто, вы знаете, вот как идет, так идет. Вот так вот, так вот, так вот, так вот. И вот так вот, так вот, так вот, так вот, как язю wants to go with today. Тут такие длинные переходы, можно просто реально 5 минут куда-то перейти, не знаешь куда, 10 выходов. В общем, метро в Париже явно более челленджен, чем в Мюнхрии. В Мюнхрии вообще очень просто. Тут прямо лабиринт. Вот так выходишь из метро и радуешься видом таким. Я вчера абсолютно искренне пыталась попасть в музей, потому что я уже второй раз в Париже, и вы не поверите, но я ещё не была здесь ни в одном музее. Ни в Лувре, ни в Дерсее, ни вот в этой, которая тут рядом, Галерии Д'Оранжери, я не знаю, как это читается. Ну, в общем, почему-то всё никак не получается. И вот вчера я уже собралась с мыслями. Мы сначала гуляли вокруг башни. Ну, туда я обязана была сходить. Делали там красивые фотографии, просто любовались. И потом я подумала, так всё, вечер, я иду в Лувр. В общем, я добежала до Лувра, а оказалось, что он работает всего лишь до 6 вечера, а последние посетители вообще в 5. А я только туда к 5 пришла, и, в общем, не пустили меня. Так что у меня в Париже ещё осталось просто два незакрытых дела, которые нужно прямо срочно переезжать и доделывать. Не знаю, это как я себе придумываю причину, почему сюда ещё приехать, сходить в музей и увидеть эльфовую башню, когда она горит красиво, потому что я много раз её видела так, но вечером почему-то никогда не была в том районе. Очень мне нравится сад Соляри, он прям какой-то волшебный. Тут башни видно, и фонтаны, и статуи, и вот эти стульчики зелёных, на которых можно сидеть, залипать. Сейчас я тут прогуляюсь, а потом пойду по набережной домой. Вот он мой красивенький, красивенький фонтан, за ним Лувр. Очень бы хотелось в следующий раз прийти сюда, знаете, так, с книжечкой или с блокнотиком, и сидеть просто, подумать о жизни, писать что-нибудь, может быть, почитать. Было бы кайфово. В такие моменты, друзья, я думаю, почему в Париже так всё плохо с астрономией, нельзя просто сделать институт астрономии любой в Париже. Было бы, конечно, очень круто найти здесь какую-нибудь программу. Не знаю, может быть, какой-то вообще вне зоны моей текущей деятельности, и просто тут побыть, завести себе парижскую рутину. Я надеюсь, что вы почувствовали вместе со мной эту прекрасную атмосферу Парижа осенью. Сказочно, абсолютно. Просто нет слов. В этой поездке у меня было много прекрасного общения, много нового того, что я никогда не делала, и мест, в которых я не была. Я так вообще вдохновилась на то, чтобы делать что-то за пределами своей обычной зоны комфорта. Хочется реализовывать себя в каких-то больших проектах, возможно, которые мне обычно не свойственны, потому что, вы знаете, я такой технический астроном. Мне хочется пробовать себя во многих разных вещах, более креативных. И здесь я как будто бы почувствовала небольшой пинок под зад к этому. И сколько вообще всего есть, какие разные люди, чем они занимаются, и как это всё безумно интересно. И захотелось бы вам сказать напоследок, что не всегда нужно делать вообще что-то полезное. Не всегда нужно иметь какой-то план в голове и понимать, что там как дальше будет, и как у вас что сложится. Иногда нужно просто go with the flow, знаете, как говорится, гулять по променаду сены, напитываться этой энергией. Просто отдыхать, перезалежать свой мозг. И я надеюсь, что вы прямо на этой неделе делите время этому важному занятию, не делать ничего. Наслаждаться жизнью, улыбаться, общаться с друзьями, пробовать новую еду. Просто быть счастливым человеком, без забот, хотя бы пару денёчков. Мне очень-очень понравилось проводить время со своей сестрой Олей здесь, в Париже. Она очень талантливый художник, и общаться с ней всегда просто суперинтересно. Я узнаю столько нового, потому что её мир так сильно отличается от моего, и это очень вдохновляет. Я очень благодарна ей, что она меня позвала и что мы провели эти прекрасные несколько дней в Париже вместе. А сейчас я, кстати, уже опаздываю домой за вещами на вокзал. Я думала, что я дойду за полчаса, а я иду уже полчаса, и тут ещё 15 минут. Пока, Париж. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»